Мой союз музыки начался, наверное, с мультфильма «Том и Джерри», когда я первый раз увидел клавиши. А позже я попал в музыкальную школу, где стояла разобранная фортепиано, и тогда я увидел это воочию. И, конечно, тогда я влюбился очень сильно и надолго, и как оказалось, на всю жизнь. Музыка — это вообще вся моя жизнь. Это то, чем я дышу, живу, и у меня этого забирать нельзя. Я считаю, что инструментальная музыка может быть даже интереснее вокальной музыки. Почему? Потому что в ней нет языка. И эта музыка абсолютно понятна в любой стране. Это так же понятно, как 1 плюс 1 равно 2. Если говорить о нашей стране, то, конечно, не была она так популярна, но в последние годы инструментальная музыка набирает активные обороты. У нас все больше выступает оркестров, у нас появились, скажем, кавер-коллективы, которые исполняют известные саундтреки из фильмов, либо рок-известные мелодии в инструментальной обработке. И это набирает обороты. И я скажу, слава богу, ведь за границей инструментальная музыка вообще почитается очень серьезно, если говорить о Европе или о Штатах. Поэтому это здорово. Я уверен, что через 5-10 лет в Украине, конечно, инструментальная музыка будет иметь совершенно другой формат и другую популярность. Музыка ведь просто приходит. Мне даже сложно иногда себя назвать композитором, поскольку это ретрансляция. Музыка, она целиком приходит в голову от начала до конца. И поскольку я владел определенным ремеслом, это фортепиано, то, что я услышал, я могу это изобразить. Мой месседж в музыке, это, конечно, любовь, это доброта. И музыка, она может объединять, она может нести вообще эта энергоинформационная сущность. И, конечно, посыл самой музыки, он уникальный, и ни с чем нельзя сравнить это. К экспериментам в музыке я отношусь очень положительно. Я доказал это, объединив симфонический оркестр, рояль и дабстеп. И я продолжаю экспериментировать. В новом шоу у меня будет шоу барабанщиков и разные интересные штуки, о которых я расскажу позже. Почему колесо жизни? Ну, во-первых, потому что колесо — это такая цикличность. Там всё новое, хорошо забытое, старое, всё циклично в нашей жизни, всё циклично во Вселенной. Существует белое-чёрное, существует добро-зло. Мы рождаемся, мы умираем в конечном итоге. Но какие-то настоящие вещи, они остаются после нас. Мы слушаем музыку историческую, мы видим прекрасные картины, написанные в Италии или ещё где-либо. А вот именно вот эти настоящие вещи — это культура, это то, что остаётся после нас. И шоу «Колесо жизни» именно об этих вещах. Моя мечта, конечно, прославить Украину музыкой. Я хочу попробовать открыть какие-то потайные двери, которые есть в душе каждого человека. Я очень надеюсь, что они будут открыты. Ну, если моя профессиональная мечта, то, конечно, это выходить на топовые площадки мира. И чтобы объявляли, встречайте, украинский пианист и композитор Евгений Хмар.